Вместо клюшек лопаты и разминка превращается в расчистку льда. Снегопад, прошедший накануне финального дня соревнований, усложнил не только дорожные условия. Но настрой участников чемпионата на кубок главы сельского поселения Успенское боевой. А значит, у природы нет плохой погоды и игра состоится, несмотря ни на что. За кубок главы в горках десятых в этом сезоне боролись четыре команды. Назарьева, Петелина, Жаворонки и хозяева льда – хоккейный клуб «Снежинка». Мы знаем друг друга, эти команды участвовали во всех первенствах Одинцовского района, в чемпионате Одинцовского района. Потом существует ряд разных турниров, которые проводят в различных сельских поселениях. То есть мы все друг друга знаем и это просто добрая традиция и дань уважения спорту. Друзья по жизни, соперники на льду. Взаимоотношения хоккеистов на игру не влияют. На поле никакого снисхождения, в жизни никаких обид. По итогам первого дня соревнований претендентами на золото оказались «Снежинка» и «Жаворонки». Первыми в финальный день соревнований разыграть бронзу на лед вышли команды Назарьева и Петелина. Накал страстей на чемпионате в горках был не ниже, чем на мировых соревнованиях. Игра великолепная. Играют на встречных курсах, хотя погода очень такая сложная. Вот снег идет конкретный. Но стараются на встречных курсах. Это интересная игра. Когда я играю в одну калитку, это уж неинтересно. А вот так вот туда-сюда, туда-сюда – это великолепно. Матч закончился поражением команды Петелина. Бронзу чемпионата завоевали хоккеисты из Назарьева. Несмотря на поддержку болельщиков, студия танцев из горах десятых даже подготовила несколько перформансов в поддержку снежинки. В этом году удача оказалась не на стороне хозяев льда. Со счетом 3-6 кубок чемпионата завоевала команда «Жаворонки». Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.